привет друзья с вами зирько простите что давно ничего не выходил я меняю рот занятий и немного занят но вот и подошло время для ангелы и опустим споры по поводу перевода и ударения один из вариантов постепенно проживется и так ангела у нас весьма подвижный саппорт который имеет спорную ульту как по мне навыки требуют сноровки и внимания из доп навыков я предлагаю брать спринт или ослабление поскольку эти навыки помогут нам с применением второй способности и легче будет попадать первой способностью из перков эмблем для нас отлично подойдут запрещающий удар в ветке бойца 40 уровень он добавит замедление от навыков на 20 процентов или меткой концентрации ветки поддержки 15 уровень стакать с ослаблением от наших навыков перейдем к самим навыкам пассивка умное сердце после применения способностей скорость передвижения увеличивается на 15 процентов стакать до 30 процентов и держится 4 секунды также пассивка работает на союзника под нашу ль той похоже пассивка была у наны в свое время вам не обязательно попадать навыкой по кому-то для ускорения к основной ли первый спелл можно просто воздух и побежали трусцой чуть быстрее первый навык волны любви ангела выпускает вперед волну понизывающую противников и союзников влечит себя и союзников калечит противников цифры небольшие но главное она волной весит метку на врага каждая метка замедляет перемещение противника и увеличивает получаемый урон от всех стакает с метка до пяти раз а держится 4 секунды навык вроде и дает много возможностей но имеет небольшую дальность и время каста около секунды то есть пять меток накинуть на одного трудоемкая задача поскольку мы можем спамить этой способностью да еще сквозь всю толпу это позволяет нам в билде собирать на атаку статусные айтемы на ваш вкус второй навык марионетка ангела кидают нить на противника нанося урон и постепенно замедляя цель если противник не вырвался из нити получают повторный урон и оглушение на полторы секунды при том что если на нем были метки первого навыка урон повторный возрастает расстояние навыка и замедление позволяют преследовать в ожидании оглушения отлично работает под ультой а время оглушения позволяет союзникам прикончить цель единственное но нужно быть уверенным что вас не закошмарят к примеру мага или а дк если у вас мало защиты они могут убить пока вы ждете оглушение а вас никто не прикрывает ульта защитник сердца ангела после некоторого каста переносится к выбранному герою и активирует на нем щит который кстати складывается с любыми другими щитами щит держится 6 секунд а ангела на персонажа 12 секунд при том она может применять свои основные навыки и они будут воздействовать на союзника если вдруг надоело кататься на союзники вы можете соскочить с него очень двоякая ульта поскольку если союзник гибнет вас выбрасывают на его место и вы как второй халявный фраг противник таким образом надо точно рассчитывать персонажа и момент для прыжка смотрим карту если там все окей отправляемся на поддержку к своим теперь о сборках открывая заезу тайны сообщаю вам сборки на танков и саппортов всегда вариативны они формируются от пика противника и отдам усредненный вариант урон поддержка жезл молнии даст нам и маны реген и урон добавит волшебные сапоги позволят сильно по фарму не отставать находясь в файтах пылающий жезл или жезл снежной королевы тут или больше урона или замедление с кастов господ со льда даст броню кд и замедление противника если мы рядом щит афины защита от магов а бессмертие небольшая страховка от ошибки я считаю что поддержка в роли адк это глупость поскольку у профильных адк есть навыки помогающие им стрельбе а у саппортов навыки поддерживающие всю команду если вы собираетесь в адк то и урона толком не нанесете и команде не поможете спорить и переубеждать кого-то я не буду вы сами к этому придете а может и нет и так куда наметил лучше всего с кем-то или подвижным как фанни или мощным как хильда это единственный саппорт который может поддержать любой фланг после 4 левела через пару секунд оказавшись в гуще событий я предпочитаю прыгать на танка дабы он прожил еще дольше еще вариант ультоваться на фане и вредить врагам с ее головы старайтесь как можно больше прокастов давать по вражеской команде если противник на покупал отхил возьмите себе ожерелье заточения и обломайте противнику этот отхил на этом все играйте дерзайте ставьте лапки и делитесь мыслями о персонаже в комментариях всем пока а и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok